Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко. Как всегда, мы говорим о самой важной теме, которые касаются практически каждого из нас. Тем более, когда мы говорим о здоровье. Сегодня у нас в гостях Татьяна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа. Здравствуйте! Добрый день! Во-первых, всегда приятно видеть врачей. Вам, конечно, от нас достается, от пациентов. Вот скажите, правда, что главный девиз врача – поменьше пациентов, чтобы было побольше здоровых? Или наоборот, врач заинтересован в том, чтобы было побольше больных? Нет, конечно, хотелось бы, чтобы наши жители не болели, чтобы они были здоровыми. И для этого есть все возможности, чтобы сохранить свое здоровье. Но, тем не менее, врачу приходится сталкиваться с теми людьми, которые болеют, которые приходят к нам со своей болью, со своими проблемами. И это наша работа. Сейчас, в последнее время, давайте так говорить откровенно, к врачам всегда относились так – очень любят и в то же время всю жизнь ругают. Однако, говорится, потому что всегда хочется, чтобы было меньше боли, чтобы побыстрее вылечили, чтобы какие-то волшебные таблетки и так далее. Сейчас у нас продолжается что-то похожее на реформу такую медицинскую. Ходят всякие слухи, что где-то врачей сокращают, что хороших специалистов куда-то забирают, что вроде бы должен какой-то один врач приехать, приезжает какой-то другой. Разные специалисты посылают к одному специалисту, к другому. Вот что сейчас происходит на медицинском фронте? Потому что уж кому-кому, а вам это точно известно. Сейчас идет какая-то серьезная реформа или просто какие-то небольшие видоизменения? Ну, сейчас в здравоохранении идет, если можно так сказать, оптимизация наших служб. Причем это касается и детской службой, это касается и взрослой службой, то есть тех служб, которые отвечают за здоровье детей, за здоровье взрослого населения. Девиз этой службы – увеличить доступность наших пациентов к нашим врачам. В первую очередь это к врачам, которые находятся в поликлиниках, потому что вы знаете, вот даже если вы посмотрите по нашим поликлиникам, я думаю, что жители наши это видят, потому что мы тоже в поликлиниках и видим. Если раньше мы могли года три назад зайти в поликлинику и видели просто сумасшедшие очереди под кабинетом врача, то сейчас в поликлиниках практически очередей нет. Это связано с тем, что мы работаем сейчас на современном уровне, мы выкладываем на каждого врача так называемое электронное расписание, куда пациент может самостоятельно записаться именно на тот день и на то время, когда удобно пациенту. В том числе у нас ведутся приемы, это как и в детской службе, так и во взрослой службе, по субботам с выходом узких специалистов. То есть мы расширяем доступность наших пациентов именно к получению медицинских услуг. При этом оптимизируя. При этом оптимизируя. Вот я хочу понять, как вы расширяетесь, при этом оптимизируя. Ну вот с учетом того, что у меня специфика такая работы, что наша больница это объединение двух служб, это службы родоспоможения и детства, то конечно в нашей больнице есть и детские поликлиники, и есть женские консультации. Ну вот я хотела бы привести такой пример на двух своих детских поликлиниках. Две поликлиники, одна из которых находится на улице Мира, на южной стороне города нашего, а вторая поликлиника на северной стороне, это на улице Льва Толстого. Врачи, время приема врача сегодня увеличено. Вот первая поликлиника, это поликлиника на улице Льва Толстого. Прием врача увеличен с 4 часов до 7 часов. Вот как было раньше, 4 часа врач принимает пациента, затем 3 часа он обслуживает вызовано дому. И получается, что пациент может к врачу прийти на плановый приём или с какими-то жалобами только в течение вот этих 4 часов. Очередь. Очередь. Мы увеличили количество времени, которое врач находится на приёме. Ну, практически в 2 раза. Не 4 часа, а 7 часов. И таким образом пациент может попасть в врачу, вот большее количество так называемых ячеек записаться. Да, но при этом время приёма, если мне не изменяет память, минут 15. Ну, на сегодняшний день Министерством здравоохранения Российской Федерации установлены определённые нормы. Они не придуманы просто так. Проводился хронометраж приёмов всех специалистов и участковой сети, и узких специалистов. И это время просчитано вплоть до минуты. Чем занимается врач и как идёт его время оказания услуги? От момента, когда пациент переступил парок кабинета и до момента, когда он вышел из кабинета. И оказалось, что кто-то из врачей может принять 10 минут, кто-то 20 минут. Но в среднем приём 15 минут. Это не значит, что вот прошло 15 минут, и доктор выгодит пациента. Нет, конечно, это не так. Если нужно уделить большее количество времени, конечно, доктор уделит большее количество времени. Если нужно в этот момент позвать заведующего, потому что пациент какой-то непонятный, или позвать своего коллегу. То есть консилиум небольшой. Небольшой такой консилиум, это тоже будет сделано. И те пациенты, которые сидят в дальнейшей очереди, пришли на своё время, они прекрасно это понимают. Потому что завтра такая же услуга может быть необходима. И потом за счёт другого можно сократить, где более простой случай. Где приходит просто, предположим, с профилактической целью показаться врачу, решить какие-то такие, скажем, обычные текущие проблемы, а не какая-то патология. И, в принципе, это дало свой результат. Мы увеличили количество пациентов, которые у нас проходят. Но при этом мы освободили двух врачей, которые не находятся на приёме, а ездят на вызова и обслуживают на дому. Немножко наши пациенты испугались. Потому что вдруг приезжает не участковый доктор, а приезжает другой доктор. И мне хотелось бы сказать, что не нужно этого бояться. Потому что по-любому доктор выслушает жалобы, по-любому он окажет медицинскую помощь, он выпишет определённые медикаменты, он даст направление на определённые методы обследования, или, если необходимо, это будет госпитализация в стационар. А придя в поликлинику, когда он возвращается в поликлинику и начинает обрабатывать, у нас сейчас всё компьютеризировано. На каждом рабочем столе врача и медицинской сестры имеется рабочее место – компьютер. В этом компьютере в электронном виде ведутся истории амбулаторной карты, истории наших больных. И на каждом компьютере, с любого компьютера, любой врач может войти любому пациенту, открыть его амбулаторную карту, где будут видны все его исследования. Анализ крови, анализ мочи, данные ультразвукового исследования, данные рентгена, данные МРТ. То есть всё полностью у любого пациента, того, который прикреплён к этой поликлинике. Поэтому никогда врач не перепутает, что вот этот пациент не мой, но я про него ничего не знаю. Он приезжает, перед ним полностью открывается в электронном виде история всей жизни этого пациента, со всеми методами, комплексом его обследования, и он сам вносит все данные. И врач участковый уже видит, его пациента обслужили, назначили диагноз, лечение, оказали помощь. Я прекрасно понимаю, как сейчас у кого-то, может быть, сжимаются зубы, говорят, неправду говорят. Почему? Потому что, во-первых, вероятность ошибки, ведь она же сохраняется. Человеческий фактор, компьютер может зависнуть, что-то может с ним произойти. Где-то врач что-то не внёс, где-то перепутал букву, сам с этим сталкивался. И второй момент, давайте говорить откровенно, это, наверное, тоже человеческий фактор зависит от врача, когда ты приходишь на 15-минутный приём, и врач не успевает даже посмотреть тебе в глаза, потому что ему нужно записать 16-значный код твоего медицинского УМС. Он всё время что-то пишет в компьютер. Раньше писали на бумаге, сейчас пишут в компьютер. Я к чему просто веду? А как с человеченкой? Человеческие отношения, чтобы пощупали, потрогали и так далее. Вам не кажется, что за компьютером мы теряем это? Ну, я бы не сказала так, потому что функции врача и медицинской сестры сейчас очень чётко разграничены. 80% работы приёма выполняет медицинская сестра. Врач, он только беседует с больным, он выясняет жалобы больного, ведёт с ним разговор. Единственная функция врача – это напечатать вот этот дневничок, так называемый, то есть состояние больного, и обозначить лечение. Но с учётом того, что там существуют определённые программы, вот этот весь процесс, он очень упрощён у врача в компьютере. Ему не нужно каждый раз писать, назначаем баралгин, алалгин, ножку, там ещё какой-то, антибиотик или что-то. Это всё уже занесено в компьютер, он просто как бы мышкой кликает, и всё это автоматом. Что касается, потому что врач должен выписать рецепт, врач должен оформить больничный лист, врач должен дать направление на анализы какие-то, на какие-то исследования, или же направить к другому смежному специалисту. Вот эту рутинную работу, так сказать, вот этот огромный пласт работы 80% пополняет медицинская сестра. Врач этого не касается вообще. То есть медицинская среда по средникам становится между врачом и пациентом. Да, поэтому у врача есть возможность и побеседовать с больным, и дать какие-то рекомендации, и в то же время заполнить вот эту медицинскую документацию, которая касается только врачебного момента. Тогда мы, пациенты, хотим, чтобы вот этот... Кстати, об этом часто говорили на уровне президента, на уровне правительства, по поводу медицинской сестры как профессии, как работника. Очень тяжелая и сложная работа, и по поводу оплаты и так далее. Может быть, тогда медикам вместе, может быть, с научными деятелями как-то поднять уровень медицинской сестры, дать ей возможность, раз она ближе получается к пациенту, да, и что, наверное, правильно, чтобы эта профессия стала притягательной, интересной, чтобы люди с удовольствием шли на нее. Потому что мы же тоже в разных поликлиниках, по-разному бывает, да, эти несчастные медицинские сестры иногда все плачутся, что все плохо, денег нет, того нет. Как сделать эту профессию престижной? Ну, вы знаете, она всегда была престижной, она сейчас тоже престижной остается, потому что то, о чем я вам рассказала, это работа на участке, в кабинете врача на приеме. Но медицинские сестры занимаются многим другим. Медицинские сестры занимаются тем, что они осматривают детей в детских садах и в школах. Они организовывают и ходят на профосмотры. Они проводят патронажи на дому, те патронажи, которые должна выполнять именно медицинская сестра. Медицинская сестра занимается тем, в кабинетах справки один шаг, когда она может там ребенку выдать какую-то справку или что-то еще. Медицинские сестры занимаются в кабинетах питания, в частности, грудного вскармливания, то есть у них тоже есть своя определенная работа. Но у нас, к сожалению, есть такое деление, как медицинская сестра участковая, например, медицинская сестра процедурная, медицинская сестра физиотерапии, медицинская сестра кабинета ЛФК, лечебной физкультуры или других. Поэтому у них функции немножко разные. Вот, например, медицинская сестра кабинета физиотерапии, Она практически хозяйка, она выполняет все процедуры, она разъясняет больное. Там врач, он как таковую функцию, он только делает назначение и смотрит, как у пациента идут. А там всё работает медицинская сестра. Если вы посмотрите в кабинете ЛФК лечебной физкультуры, там тоже занимается медицинская сестра, это её работа. Процедурная медицинская сестра, это забор крови, это инъекции, это другие манипуляции, это тоже делает медицинская сестра. То есть сказать, что эта профессия стала непрестижной, я бы не сказала. Она остаётся интересной и в принципе медицинская сестра... Но денег добавить надо. Вы знаете, я хочу сказать, что на сегодняшний день уровень заработной платы у медицинских работников, он стал выше, нежели был, предположим, там некоторое время назад. Сегодня средняя заработная плата у участкового педиатра, но я говорю о всей заработной плате, потому что участковые педиатры, они ведут не только приём, они, как правило, обслуживают вызова по неотложной помощи, это их подработка. Они работают в детских садах и в школах. Я хочу сказать, что врачи, что врачи поликлиник, что врачи стационаров никогда не жили на одну зарплату. Врачи стационаров всегда зарабатывали на том, если хотели заработать денег, брали побольше дежурств. Ну, такой комплексный. Сколько сейчас цифра? Средняя заработная плата участкового педиатра где-то порядка 70-90 тысяч. Вот мы сейчас на этом остановимся, потому что такая приятная точка, цифры хорошие. И через некоторое время вернёмся в студию. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко. Мы продолжаем наш разговор с главным врачом Московского областного центра охраны материнства и детства, главным акушером-гинекологом третьего медицинского округа Татьяны Мельник. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идёт такая вот, как мы говорим, реформа, да, идёт оптимизация. Что ещё нового происходит конкретно в вашем медицинском заведении? Ну, мне хотелось бы сказать, что сегодня вот эта система работы поликлиник, это и взрослых, и детских поликлиник, она названа одним словом «добрая поликлиника» или «бережливая поликлиника». Вот мы в этом проекте, как бы сказать, работаем. Вернее, это уже даже не проект, это уже пошла система работы. Сейчас сюда подключаются ещё женские консультации. И вот что нового у нас будет происходить в женских консультациях, мы хотим немножко... Там тоже система электронной записи, пациентка может выбрать время, прийти к врачу, тоже всё в электронном виде, сейчас вся жизнь у нас в электронном виде. Но сейчас мы хотим вести такую услугу, как приём беременных женщин, которые пришли и хотят встать на учёт вот прямо сегодня. Обычно как происходило? Она там должна записаться, она должна прийти, ей скажут, вот сдай сначала вот эти анализы, пройди вот этих специалистов, подумай хорошенько, ты хочешь рожать там или хочешь как-то по-другому, менять ситуацию, мы тогда тебя поставим на учёт. Но это было когда-то, сейчас немножко по-другому. Для нас сейчас каждая беременная женщина – это золотая женщина. Потому что, к огромному сожалению, на сегодняшний день рождаемость у нас есть спад рождаемости, и он объясним этот спад рождаемости, поэтому каждая женщина – это вот как золотое яичко, с которым мы должны прям вот трястись, ходить, трястись и довести её до момента рода, выродить её во что бы то ни стало. То есть мы сейчас будем делать такую услугу, как беременная женщина, пришла, и в этот же день ей акушерка полностью даёт перечень анализов, которые она должна сдать, она её полностью ставит уже на учёт к тому доктору, который будет её участковым врачом, который будет её 9 месяцев беременности, и она уже уходит с первого приёма, имея уже всю информацию, зная, что, как, пошагово у неё всё это будет происходить, и уже акушерка её записывает на то время, когда ей удобно прийти к своему участковому врачу, и она приходит уже подготовленная, уже карта у неё открыта, уже на неё всё заведено, все документы, ей уже больше никуда не нужно бегать, и она уже идёт по этой дороге вместе с врачом акушерком. Правильным путём. Правильным путём до момента родов. Мы хотим вот таким образом немножечко как бы облегчить женщине беременной вот этот вот её путь постановки на учёт. Как вообще сейчас? Что за дети рождаются? Как со здоровьем? Ну, хочу сказать, что вот вернуться к тому, что, к сожалению, рождаемость у нас немножко упала. И она упала по той причине, что не потому, что женщины не хотят рожать, хотят рожать женщины, будут рожать женщины, но сейчас рожает 94-95 год. То есть тогда, когда родилось, девочек и мальчиков мало. Вот я тут поднимала свою статистику. В 95-м году в нашем родильном доме родилось 1352 ребёнка. Если сравнить с 16-м годом, в 16-м году у нас родилось 6570 детей. То есть тогда были, ну, скажем так, не очень, может быть, стабильные годы, не очень, может быть, как-то экономическая стабильность такая была. И люди рожали по одному ребёнку. Вот пара родила, вроде как бы надо семью сделать, завести ребёночка. Ну, родили одного ребёночка. То есть вот нет тех мальчиков и девочек, которые нам сегодня должны дать прирост. Кстати, а правда, что по некоему закону, я уж не знаю, медицинскому или глобальному, что ты должен родить ребёнка, который заменит папу, семья должна родить ребёнка, который заменит папу, который заменит маму, и третье, как говорят, тихонечко скажу, на расплод человечества. Правильно? Это правильно. А если больше, ещё лучше? Это ещё лучше, да. Сейчас такое довольно-таки резкое падение. Вот резкое падение. Кроме того, мы видим то, что наши женщины, к огромному сожалению, немножечко отодвинули возрастной ценз для первых родов. Молодёжь старается как? Закончить институт, получить образование, найти работу. Стать человеком, конечно. Стать человеком, стать на ноги. Ну, как-то материально хотя бы быть обеспеченным. И потом задумываются о ребёнке. А вот это становление на ноги, оно приходит где-то годам 35, когда уже, ну, что-то, где-то что-то у тебя уже как какой-то фундамент маленький есть. А в 35 лет начинаются проблемы с рождаемостью. Как у мужчин? Это как называется? Старородящая? Ну, я хочу сказать, что всегда такое страшное слово, первое старородящее, это было 27 лет. Да. Сейчас мы в 30 говорим, боже, какая молодец, какая молодая. Ну, вы же слышали у нас там кто-то из депутатов Госдумы, по-моему, пытался говорить, давайте мы не только депутаты, сделаем молодого человека до 30 лет. Помните такая была сейчас история? Да, да. Ну, сейчас у нас такого диагноза нет. Мы рады любой женщине. И у нас рожают женщины и в 35, и в 40, и в 45 лет рожают женщины. Ну, а рекорд есть? Рекорд есть. Один у нас, у нас рожала женщина, которой было 50 лет. Но там был большой перерыв между родами, трагический, погиб первый ребенок, и она решила родить второго ребенка, и как раз у нее очень хорошо получилось. Очень хорошо получилось. Поэтому вот к 40 годам они решаются родить первого ребенка, потому что тут уже наступают другие медицинские проблемы, которые влекут за собой экстракорпоральное оплодотворение, это ЭКО, суррогатное материнство. Вот вы сами меня подвели к этому вопросу. Да, суррогатное материнство. Некоторые не могут ничего, то есть реализовать свою репродуктивную функцию, свой детородный потенциал, это усыновление и таких парков. И вот я хочу сейчас, вот очень такой важный момент, потому что если мы включаем федеральные телеканалы, то там можно услышать и увидеть такое, что просто голова кругом идет, такое ощущение, что скоро просто в воздухе будут появляться дети, ну как мы или будем в капусте их искать. Существует сейчас много всевозможных способов. Существуют постоянные конфликтные темы. Делать аборт, не делать аборт. Заниматься суррогатным материнством, не заниматься. Иные способы. Ну мы знаем, масса звезд у нас сейчас прошло через это. Вот как вы относитесь к этому? Я сейчас укорочу вопрос. Рожать надо в любом случае или есть способы воспроизводства, которые вы бы все-таки запретили? Вы знаете, вот я, как акушер-гинеколог с огромным стажем работы, я считаю, что, и коллеги мои так тоже считают, что женщина имеет право иметь ребенка любым способом. Потому что те женщины, которые идут на суррогатное материнство, мы не знаем, какая судьба загнала их в этот угол, что другим способом ребенка не может родить. Но инстинкт материнства, он очень сильный. И по-любому она будет искать возможность иметь ребенка. Поэтому я никогда не осуждаю этих женщин, которые идут на ЭКО. Ну, ЭКО – это уже репродуктивные современные технологии, они как бы помогают женщине стать матерью. Это ее ребенок. У нас есть такая услуга, как ЭКО с донорской яйцеклеткой. То есть это клетка от другой женщины. И я тоже считаю, что это правильно. Это все равно, когда она выносит этого ребенка, когда она его почувствует, что он внутри шевелится, он приносит ей какие-то радости от того, что он внутри, в матке у нее находится 9 месяцев, и она считает его своим ребенком. Это тоже право женщины. И, наверное, я считаю, что она правильно поступает. И те женщины, которые парой идут на усыновление, берут чужого ребенка для того, чтобы его воспитать, это тоже правильно делают они. То есть вот эти дебаты, которые у нас идут, давайте вот это запретим, давайте вот это запретим. А как мы тогда будем увеличивать вообще рождаемость и тому подобное? Вот женщина должна любым способом родить ребенка. Ну, есть же моралисты, есть священники, в конце концов, причем практически любых конфессий, которые говорят, что вот только так и не иначе. Как их всех примирить, чтобы... Та же история, кстати, с абортом, помните, в Советском Союзе? Сейчас опять хотят запретить. А их все равно будут делать, к сожалению, к великому. К сожалению, да. Вот я ярый противник аборта. Я считаю, что для того, чтобы предотвратить аборт, для этого существует масса способов, чтобы беременность не наступила. То есть беременность надо планировать. И я хочу сказать, кстати, к нашей радости, что женщины наши научились планировать. Количество аборта у нас резко упало, слава богу. Женщины научились планировать. И свою беременность. Но, вы знаете, вот каждый в своей профессии, он сталкивается с людьми, или сталкивается с какими-то там машинами или чем-то. Он знает, что делает. Вот ко мне часто в кабинет приходят женщины, которые приходят на усыновление детей. Ну, женщины считают, что в родильном доме оставляют ребеночка и прямо в родильном доме его отдают. Нет, сейчас немножко все по-другому. Родильные дома не усыновляют. Усыновляет этим занимается опека. Нужно пройти определенный путь для того, чтобы этот ребенок, во-первых, его надо обследовать, доказать, что он здоров, он подлежит усыновлению. И там занимаются органы опеки. Но я хочу сказать о другом. Когда приходят эти пары, и не только пары, сейчас разрешено одиночкам матерям, в смысле, одиноким женщинам усыновлять детей, это надо просто послушать их историю жизни, увидеть их лицо, увидеть их глаза, в которых страдания написаны, просьба, мольба о том, что дайте мне ребеночка, я хочу. А потом уже говорить о том, будем мы против этого бороться, или не будем против этого бороться. Надо это почувствовать, и это надо вот в этом побыть немножечко. Я, кстати, всегда привожу пример, что по поводу абортов, то есть противоположная сторона тому, что делаете вы, что вы задумываетесь просто иногда, если бы вы оказались как личность перед этим вопросом, вас бы могло не быть просто. Поэтому к этим вопросам нужно относиться серьезно и внимательно подходить. Каждая история человека, наверное, должна... И наверняка очень многие девушки, девушки, женщины, которые решаются сделать аборт, с ним, может, надо поговорить, помочь каким-то образом. Да, это работа психологов, это огромная работа врача, именно вот разговор. 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 Вот скажите, правда, что сегодня врач специально выписывает дорогие лекарства, потому что у него заключены контракты, определенные с фирмами, и он получает от этого хороший доход? И второй вопрос. Правда, что у нас 80% лекарств – это плацебо? И правда ли, что те лекарства, которые сегодня продаются в аптеке, что можно купить то же самое, гораздо дешевле? Три таких традиционных вопроса. Но я хочу сказать, что врачи сейчас не могут выписывать лекарства в зависимости от его стоимости. Значит, мы составляем каждый год, у нас есть такой момент, называется формуляр. Это перечень медикаментов, которые относятся к жизненно необходимым и важным препаратам. Этот список достаточно большой, и врач имеет право выписать лекарства только исходя из этого списка. Это специально, чтобы не было этих дел. Да, то есть только из этого списка. Плацебо. Плацебо. Ну, мне трудно судить, потому что те препараты, которые продаются в аптеке, они, по идее, должны проходить определенные проверки, чтобы это не было плацебо, чтобы эти препараты... Но мы видим, что препараты помогают. Значит, работают. Значит, работают. Хотя есть пациенты, которые приходят и говорят, вы знаете, вот я получал, получал, мне ничего не помогает. Может быть, он попал на плацебо. Возможно. То есть вероятность в аптеке попадания есть? Наверное, возможно, есть какая-то вероятность. Но я хочу сказать, что эта вероятность может быть очень-очень незначительная. Ну и, наконец, лекарства, которые стоят там 500 рублей и 100 рублей, вроде как одинаковые. Стоимость лекарства, она зависит только от той фирмы, которая выпускает и поставляет на наш рынок эти препараты. То есть хороший врач предложит, наверное, все-таки дешевле вариант. Врач предлагает сам препарат, а пациент может выбрать его в аптеке, где он хочет. То есть как бы умывают руки врач? Да. То есть врач в этом принимать участие не должен никак. Иногда врачи говорят, что вот я в этой аптеке видел вот это лекарство, оно продается. Никогда врачи ни от каких аптек ничего не имеют. Это я вам могу ответить совершенно 100%. Вот я это главное хочу. Совершенно 100%. Но врач может посоветовать, почему. Вот он видел в аптеке это лекарство, может сказать, пойдите туда, посмотрите, там это лекарство продается. Хотя сейчас все могут зайти на сайты, посмотреть в аптеках, сравнить цены. У нас остается совсем немного времени. Чем сейчас конкретно занимается депутат Татьяна Медовна? Вы знаете, ведь у нас на сегодняшний день в том округе, в котором я являюсь депутатом, у нас находится там 5 депутатов. Это так в каждом округе. Вот в моем округе я женщина, со мной четверо прекрасных мужчин, моих коллег-депутатов. И мы всю работу нашу как депутаты мы делаем вместе. У нас нет так, что вот это тот, один, трех. Мы как бы делаем... Да, команда. Мы делаем все вместе. Но, тем не менее, мы как-то понемножку делимся. С учетом того, что я врач, вот ко мне больше приходят людей, которые ко мне обращаются как к врачу, к депутату-врачу. Буквально хочу сказать, вчера ко мне приходила одна моя избирательница, она приходила со своими проблемами, с медицинскими проблемами, с медицинскими проблемами у дочери. И я стараюсь ей помочь. Я уже как бы начала ей помогать. И я помогу этой женщине обязательно, потому что у нее там определенные проблемы. Она не доверяет одним врачам, она хочет других врачей. Конечно, я помогу этой женщине. Вот. То есть я как бы больше решаю эти. Но помимо этого мы очень плотно работаем с нашими обществами ветеранов, обществами инвалидов и так далее, и тому подобное. Со школами очень тесно работаем. Там мы принимаем участие во всех праздниках. Если мы их не организовываем, то мы обязательно помогаем в организации. Возможно, это материальная помощь какая-то идет, или какая-то организационная помощь идет. То есть мы как депутаты, вот что касается на местах, вот на округе. Ну, а в самом депутатском корпусе мы вместе с коллегами-депутатами, конечно, обсуждаем все эти темы, которые насущи для нашего района, для нашего округа. И стараемся на комиссиях обсуждать. Иногда доходят до горячих очень обсуждений. Но когда уже мы выносим это на депутатское заседание, то как бы уже все порешали. И вот я предлагаю вам в следующий раз поговорить уже конкретно о депутатской работе. А на сегодня я благодарю Татьяну Мельник, главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства, главного кушера-гинеколога третьего медицинского округа. Спасибо, что вы к нам пришли. Развеяли некоторые мифы. Меня зовут Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Всего доброго. Здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин